В 1842 году российский император Николай I издал указ, в котором запретил своим подданным торговать чернокожими африканцами. Нарушители обещали карать по всей строгости закона, наравне с морскими разбойниками. Казалось бы, где Россия, а где несчастные жители Африки? Но появление этого странного документа объяснялось просто. Борьба с работорговлей была модным трендом того времени. И в Петербурге решили показать, что, мол, мы тоже не лыком шиты. Между тем, пока российский самодержец решал вопросы обездоленных темнокожих, миллионы крепостных крестьян в самой России пребывали в состоянии, которое мало чем отличалось от рабства. Их продавали, меняли на борзых щенков, проигрывали в карты, превращали крестьянских девушек в наложниц. К сожалению, крепостное право в Российской империи существовало столетиями, оказав огромное влияние на формирование национального менталитета. В этом выпуске мы и поговорим, как жили крепостные крестьяне в Российской империи, каково было их материальное положение и насколько сильно они зависели от своего помещика. Также вы узнаете о крепостных гаремах, главных невольничьих рынках России, крепостных миллионерах и самых жестоких российских крепостниках-помещиках. Меня зовут Семен и рубрику «Как жили?» объявляю открытой. Начинаем? Из истории вопроса Начать рассказ следует с истории вопроса, ибо без понимания трудно понять суть и масштабы такого явления, как крепостничество. Для начала нужно сказать, что ученые до сих пор спорят относительно даты возникновения крепостного права в России. На этот счет есть два мнения. Согласно одной точке зрения, оно появилось в 1592 году, после принятия закона о запрете перехода крестьян, или отмене Юрьева дня. Кстати, это событие настолько шокировало народное сознание, что поговорка относительно Юрьева дня дожила до сегодняшних дней. Другие историки считают, что становление крепостничества в России шло постепенно, и окончательно оно сформировалось позже, примерно в середине 17 века. Важной вехой в этом процессе стало принятие соборного уложения 1649 года, в котором объявлялся неограниченный срок сыска беглых крестьян. Если раньше помещик мог искать своего крестьяна на 15 лет, то теперь он получал право возвращать не только самого беглеца, но и его потомков совсем нажитым на воле имуществом. Кроме того, в этом документе даже прежде свободных крестьян прикрепили к поместью, где их застала перепись 1620-х годов. Им запретили менять место жительства. Уже в конце 17 века крестьян стали продавать, отдавать за долги, выставлять в качестве приданного. Так начался процесс лишения крепостных, гражданских и человеческих прав, фактически превращения их в личных рабов для своих помещиков. Положение крестьян со временем только ухудшалось, потому что власти отстаивали исключительно интересы землевладельцев. Крепостные даже не имели права жаловаться на произвол своих хозяев. Это было прямо запрещено все тем же соборным уложением. Составителям челобитных грозил кнут и бессрочная каторга в Нерчинске или отправка в рекруты. Уже в середине 18 века у значительной части российского общества и элиты было четкое осознание пагубности для страны крепостного положения крестьян. Еще больше их усилило восстание Пугачева, крупнейшее антикрепостническое выступление в истории России. Робкие попытки хотя бы что-нибудь изменить наталкивались на могущественное помещичье лобби, связываться с которым боялись даже императоры. Например, Павел I принял указ о трехдневной барщине и вообще стремился облегчить жизнь крестьян. Однако императора скоро убили заговорщики, поэтому особо ничего изменить он не успел. Сам же указ носил рекомендательный характер и практически не исполнялся. Император Александр I издал указ о вольных хлебопашцах, в котором прописано правовое положение отпускаемых на волю крестьян. Однако это не решило проблему. По указу свободу получили лишь 1,3% от общего числа крепостных. Отменил крепостное право в России император Александр II, который получил в народе прозвище «Освободитель». Случилось это историческое событие только в 1861 году. Иными словами, более двух столетий большая часть российского народа находилась в положении, которое практически не отличалось от рабства темнокожих в Америке. Еще можно добавить, что в ходе этой реформы в первую очередь учитывались интересы помещиков, о крестьянах же думали в последнюю очередь. Вряд ли вызовет удивление, если я скажу, что жизнь российского крепостного крестьянина была поистине нелегкой. В ней было мало радостей, а вот невзгод и тяжелого труда от утренней зари до заката хватало с избытком. Подавляющее большинство крестьян жили в обычных избах-пятистенках. Кроме избы, обычно семья имела хлев для скота, редко кто мог позволить себе баню или амбар. Дома из камня были огромной редкостью. До нас дошли свидетельства современников, которые поражались убогим видом крестьянских жилищ и нищетой их быта. Как правило, в постройке дома семье помогала крестьянская община. Крайне скудным было и питание. Продукты не покупались на стороне, ибо у крепостных просто не было денег. Ели то, что выращивали сами. Мясо, молоко, масло, творог, рыба. Словом, продукты, богатые белками, были в рационе крестьян редким исключением, которое появлялось на столе в основном по праздникам. Хроническое недоедание считалось обычным явлением в крестьянских семьях. Основными блюдами были щи, каши, картошка, хлеб, в которые добавляли древесную кору, лебеду, желуди. Серьезным подспорьем были дары природы – грибы, ягоды, орехи. Крестьянская одежда также была домотканной. На фабричную не было денег. Она подразделялась на повседневную и праздничную. Крестьянские семьи были большими. Дети появлялись в них едва ли не каждые 2-3 года. Однако и детская смертность также была крайне высока. Чуть ли не каждый второй ребенок умирал во младенчестве. Едва ли в те времена можно было говорить про счастливое детство. Дети с 5-6 лет уже помогали родителям по хозяйству, а с 10 полноценно работали в поле. Крестьянские повинности Крепостному крестьянину приходилось много работать, ведь кроме барщины ему нужно было содержать и собственное хозяйство. 6 или даже 7 дней на барщине были нормой. А была еще и так называемая месячная. Она заключалась в том, что помещик забирал на делы и личное хозяйство крестьян, а после заставлял их работать за скудный паек. Доля таких крепостных была самой горькой. Она ничем не отличалась от судьбы рабов в новом свете. Вместо барщины крепостной крестьянин мог платить оброк в денежной или же натуральной форме, отдавая помещику часть выращенного урожая. Однако барщины крестьяне были для хозяев куда более выгоднее оброчных. Поэтому везде, где было возможно, помещики переводили своих крестьян на барщину. Главный момент. Помещик сам определял размер оброка и длительность барщины. Досуг крепостных крестьян Крепостной крестьянин практически не знал, что такое досуг. На него просто не оставалось времени. С ранней весны и до поздней осени он находился в поле, вкалывая на своего помещика и на себя. Рабочий день начинался рано. Спать ложились с наступлением темноты. У крестьянина оставался один выходной в воскресенье, но и в этот день его могли привлечь к работе. Зимой свободного времени у крестьян было больше, так как сельхозработ не было. Тогда же отмечали любимые народные праздники – Рождество и Масленицу. Они сопровождались застольями и массовыми гуляниями. Нужно отметить, что пьянство не было распространено в российской деревне. Пить крепостным было некогда, да и особо не за что. Как продавали крепостных крестьян На продажу крепостных существовали некоторые ограничения. Например, их нельзя было продавать на базарах или аукционах. Однако помещики легко обходили их, а власти смотрели на их ухищрения сквозь пальцы. В стране действовали целые ярмарки, которые специализировались на торговле живым товаром. Например, в Нижнем Новгороде и Урюпинске. Да, все было очень похоже на невоничьи рынки в новом свете. Продажа оптом и в розницу, товара на любой вкус и кошелек. Ярлыки на лбу крепостных, где указывалась их цена и навыки. Однако чаще всего крепостных продавали через объявления в местных газетах. В каких-нибудь ведомстях можно было встретить объявления типа Продается мужик с женой. Приятные и работящие с ними пара дойных коров. Император Александр I запретил размещать подобные объявления, но запрет легко обошли, став писать «сдам» вместо «продам». Дешевле всего стоили молодые деревенские девки, которых надо было выдавать замуж. Они шли по цене теленка – от полтора рубля за голову. За пару крестьян с детьми пришлось бы отдать от 30 до 50 рублей. Однако таких обычно продавали вместе с землей. Крепостной с определенными умениями, например, сапожник или кузнец, мог стоить до 500 рублей. Высоко ценились так называемые «сенные девки» – девушки, умеющие прислуживать барыне. Ну или доставить удовольствие барину. Вообще, красивые молодые девушки ценились высоко, и на них всегда был большой спрос. Еще дороже стоили крепостные с какими-нибудь артистическими талантами – актеры, певицы, музыканты. Это был штучный товар, за который порой выкладывали тысячи рублей – астрономические суммы для своего времени. Некоторые помещики имели реальные крепостные театры. Такое могли себе позволить самые зажиточные землевладельцы. Цены на крепостных зависели от конкретного региона и даже времени года. Зимой они обычно стоили дешевле. Наказание для крепостных Физические наказания для крепостных были в порядке вещей. По сути, помещик мог делать со своими крестьянами что угодно. Запрещалось только умышленное убийство. Однако и в этом случае дела редко доходили до суда, так как жаловаться на своих помещиков крестьянам запрещалось. Битье крестьян даже было законодательно урегулированным. Так, например, по своду законов от 1832 года помещик имел право дать крепостному не более 40 роск или 15 ударов палками, посадить его на 2 месяца в тюрьму, отдать в арестантские роты на полгода или забрить в рекруты. Но эти правила не соблюдались. В собственном поместье помещик был и царь, и бог. Поэтому домашние пыточные, забивание плетьми до полусмерти, травля собаками или тир с непосредственным участием крепостных были нередким исключением. Не говоря уже про изнасилование помещиками своих крепостных, что считалось совсем обычным делом. Бывали и совсем изуверские случаи. Например, печально известная Салтычиха замучила в своем поместье несколько десятков крепостных. Садистка была осуждена и закончила свои дни в одиночном заточении. Приговор для нее лично писала Екатерина II. Однако этот случай скорее исключение. Крестьяне много раз жаловались на Салтычиху, но местные чиновники каждый раз спускали дело на тормоза. Только случайно о ней узнали в Петербурге, и в дело вмешалась императрица. Скорее всего, Салтычиха была психически больным человеком, но крестьянам от этого было не легче. А сколько таких Салтычиха остались безнаказанными. Например, своей смертью умер пензенский помещик, Струйский, замучивший более 200 человек. В его имении в подвале была настоящая пыточная камера, куда постоянно попадали его крепостные. Тут, правда, стоит сказать, что от издевательства в основном страдали дворовые крестьяне, которые жили в помещичьих имениях. Крепостные в деревнях крайне редко видели своих хозяев. Неудивительно, что от такой жизни мужики время от времени зверели и просто убивали своих мучителей. Таких случаев было много. Только с 1764 года по 1769 и только в одной московской губернии крепостные убили порядка 30 помещиков и помещиц. От рук своих крестьян погиб и отец знаменитого писателя Достоевского. Он был жесток со своими мужиками, за что и поплатился жизнью. Крепостные олигархи А мог ли крестьянин из крепостного сословия реально подняться по жизни? Подобная перспектива кажется ненаучной фантастикой, но, тем не менее, история знает подобные факты. Один из самых известных примеров Петр Елисеев, основатель известной торговой династии. Правда, добиться свободы ему помог случай. Елисеев был крепостным графа Шереметьева и занимался у него огородничеством. Однажды под Рождество он угостил графа и его гостей свежей земляникой. Шереметьев был так поражен, что пообещал выполнить любое желание своего садовника. После чего Петр попросил вольную для себя и своей родни. Став свободным человеком, он перебрался в Петербург, где открыл собственное дело. После смерти Петра бизнес продолжили его сыновья. Выходцем из крепостных христиан был Исава Морозов, основатель одной из богатейших династий в Российской империи. Он организовал небольшую ткацкую мастерскую, а затем выкупил себя и своих сыновей у помещика. Одно из старейших кондитерских предприятий России концерн Бабаевский также основал крепостной крестьянин Алексей Абрикосов. Он выкупил себя у помещицы, переехал в Москву и начал свое дело. Сначала это была небольшая семейная кондитерская, которая затем превратилась в фабрику. Однако, далеко не всем так везло с помещиками. Доказательство биография крепостного крестьянина Николая Шипова, больше напоминающая крутой приключенческий роман. Он, несомненно, был талантливым предпринимателем, поэтому, заработав денег на перегонки скота, предложил помещику выкупить себя. Но тот не только отказал, но и увеличил сумму Аброка до астрономической цифры. Шипов не выдержал подобного обращения и сбежал вместе с женой. Оказавшись на воле без денег и документов, он проявил блестящие деловые качества, с нуля организовав несколько предприятий. Шипов имел ремесленную деятельность в Одессе и Румынии, торговал в Стамбуле, поставлял товары калмыкам. В это же время его бывший помещик тратил огромные средства, чтобы отыскать беглеца. Шипов узнает, что крестьяне, побывавшие в плену угорцев, получают свободу. Он отправился на Кавказ, попадает к Абрекам и чудо выбирается из плена. Таким оригинальным способом он становится свободным человеком. Вместо эпилога В 1861 году крепостные крестьяне Российской империи наконец-то получили свободу. Это решение было не только запоздалым, но и крайне плохо продуманным. Крестьяна освободили лично, они перестали быть живой собственностью, но земля-то осталась у помещиков. Чтобы выкупить ее бывшим крепостным, пришлось брать кредит у государства, выплата которого растянулась на несколько поколений. По сути, крестьянский вопрос так и не был решен. Он стал настоящей миной замедленного действия, заложенной под основанием империи. В 1917 году она взорвалась, похоронив и страну, и правящую в ней династию. Но это уже совсем другая история. На этом все. Увидимся в следующем выпуске. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова